Помните книжку о путешествии вокруг света за 80 дней? 80 дней — это такая большая и важная дата, и уже больше 80 дней в заключении находятся люди, которых задержали из-за того, что они были против передачи водохранилища Кимпирабад из Узбекистана. Больше 80 дней десятки человек находятся в заключении. И дела эти пока не движутся, все эти новогодние праздники, которые мы с вами праздновали, эти люди провели в заключении свои дни рождения, дни рождения своих детей. Сегодня мы поговорили с тремя людьми, непосредственно связанными с этими задержанными, чтобы они рассказали, как идут дела, как они борются, и как они надеются на то, что их близких отпустят на свободу. Здравствуйте, Кассиет. Задержанная по Кимпирабадскому делу находится в заключении уже более 80 дней. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находится ваша мама Рита Коросатова? Моя мама, вы знаете, наверное, еще суда, что она жаловалась на щитовидную железу, у нее обострение началось, и буквально два дня назад мы взяли пробирки с лаборатории, взяли кровь и там показала пониженная ТТГ. Пониженная ТТГ – это увеличение щитовидной железы, по-другому это называют зобки. Она сейчас принимает дозу дневную, увеличенную в три раза, то есть в этом плане у нее плохо. Но есть хорошая новость. Всех женщин, которые курили, их перевели в другую камеру, и сейчас она находится в некурящей камере, что в целом положительно сказывается на ее здоровье, если можно так говорить. До этого ваша мама говорила, что не проводили никакие работы по самому делу, с ней не разговаривали. Может, что-то изменилось за 82 дня? Опять же, буду опираться на последний суд, когда говорили, что какие-то документы передали на экспертизу. Непонятно, какие документы. Скорее всего, это посты в соцсетях несколько лет давности. То есть они перерывали все соцсети и смотрели, что могло бы скомпрометировать их. И вот эти посты они, видимо, передали на экспертизу. Адвокаты до сих пор не могут понять, что это за посты. То есть им тоже не предоставили эти документы. То есть экспертиза проводится просто непонятная какая-то там. То есть их до сих пор не вытащили. Они должны поехать в ГСУ МВД, чтобы расписаться, что мы ознакомлены с материалами дела. Пока что этого не было. Какие посты, какие видео, тоже непонятно. Это в целом очень странно, потому что особенно есть это старые посты. Как это относится к делу о якобы попытке захвата власти? И как вообще Рита Карасартова соотносится с попыткой захвата власти, если она всегда соблюдает законы? Ну, давайте вспомним недавно прошедший митинг в поддержку массово задержанных, на котором произошли массовые задержания. Вы были одной из участниц этого митинга. Расскажите, пожалуйста, как это было? Митинг назывался «Мы замглуб Гельсинь». Обычно все время мы скондинируем там «Гельсинь», «Теменбашчисы Гельсинь» и так далее. А тут «Гельсинь», потому что, ну, реально у нас нет законности, и давайте хотя бы будет какая-то законность. Людей было немного, больше было, наверное, сотрудников МВД, и кто там был вообще, не знаю. То есть, в целом, больше было сотрудников. Мы рассказали про свои требования, нам предъявили как раз-таки постановление о том, что продление на запрет митингов с 26 декабря. Что очень странно, решения первой инстанции, они подлежат обжалованию в течение одного месяца. Но в этом постановлении обжалованию давалось только один день. То есть 26 декабря решение вынесли, а обжалование было только до 27 декабря, что тоже очень странно. Может быть, я ошибаюсь, но вот какие-то главные процедурные моменты в целом я понимаю. Это одно другое. Из запретов были те же локации, там, Белый дом, ГКНБ, посольство Российской Федерации, но МВД не было. Но как мы общались с представителями МВД, они сказали, что это административное здание, и перед ним тоже нельзя проводить, хотя прямого запрета не было. Ну, хорошо, мы тоже подчинились. К нам вышел замначальник МВД, этот Чукибаев, то есть рассказал о том, что мы можем с ними поговорить напрямую и так далее. Мы такие, хорошо, все выслушали. И нас попросили в целом уйти, не ходить до Дома правительства. На самом деле это был пеший марш. Я не привыкла ругаться с органами власти, и я просто такая, хорошо, я сейчас попробую переубедить людей, чтобы они уходили, да. На что у нас вообще в целом с людьми я не смогла договориться, потому что, ну, они тоже на взводе, это понятно, да, что типа сколько мы требуем, а у нас там даже свидание не разрешают. Я сама ушла, остальные продолжили пеший марш, и, видимо, на тот момент их схватили. Что я скажу, мне кажется, за отдельными личностями, за родственниками отдельных ярких представителей этих задержанных идет отдельная слежка. В целом я это заметила на себя. Да, ты писала о слежке, и это даже не первый случай, когда ты говоришь о таком факте. Да, я это заметила еще с начала задержания. То есть не с начала задержания, а с начала активной деятельности по защите задержанных. Была странная машина, об этом я писала. Были неоднократные попытки взлома. В целом я хорошо защитила свои соцсети. И вот недавно как раз-таки после этого митинга, как я ушла, зашла в кафе, и за мной две мужчины. Зашли, я сперва не обратила внимания, потом... Очень странно, когда сидят две мужчины, пьют колу и чай, да, на протяжении, там, двух часов. Даже не общаются с друг другом. Просто сидят. Я такая, ну а что... Давайте я их сходую. Потом я вышла, хотела... Дальше иду, третий мужчина. Он такой, спешки, где буфет? Он у меня увидел, он такой, типа, чуть-чуть в шоке была. Я такая, ну, скорее, видимо, третий. Дальше иду, покрутилась возле елки, а я была с другом, там, пофотались, такие, ну, наверное, они отстали. Потом я пошла дальше на работу, иду, и за мной мужчина. Ну, видимо, в одну сторону, но нет, он как бы идет туда, куда я иду, а я так, типа, сюда, туда поверну, туда поверну, просто, чтобы проверить. Он также за мной шел, я зашла в Улуло, его не было, я такая, ну, наверное, увидел, куда я зашла, и все. Потом я опять выхожу, а он в растерянности внутри ходит, не понимает, куда я ушла. Я на него смотрю, он на меня смотрит, и такой, он, типа, тихо вышел. А это такое место, где сразу видно аутсайдеров, то есть, если человек не заходил в это место, он такой, тоже чуть-чуть в шоке, такой, а что, где находится, да, он реально был в растерянности, но я тоже улыбнулась, в целом, вот, насчитала четверых, может, их было больше. Жаль, что они заставляют сотрудников тратить свое время на людей, которые не допускают правонарушений. Недавно глава ГКНБ Апанчибик Ташиев говорил о всепрощении. Есть ли у тебя надежда, что это коснется дела о Кимперабаде, учитывая, что следствие пока не предоставило никаких доказательств того, что хоть кто-то из этих людей действительно в чем-то виноват? Есть надежда, надежда всегда есть, она не умирает, конечно, я не знаю, касается ли его прощения именно Кимперабадцев, но в целом надеюсь, что их лопится. Нельзя стольких людей держать, как бы у родственников тоже терпение лопнет. И если бы они действительно готовили какой-то мятеж, тут бы, несмотря на запрет, собиралось бы тысяча, две тысячи, чуть ли не десять тысяч человек, но такого не происходит, самые близкие родственники только требуют, и это в целом должно доказывать, что как бы ничего-то они не готовили на самом деле. Привет, Нураим, вот уже больше 80 дней твой супруг находится в заключении по очень странному делу, когда его забрали просто свидетелем вначале, а потом попытались обвинить в некой попытке захвата власти, и ты столько дней его не видишь, расскажи, пожалуйста, в каком состоянии находится твой супруг Алишебдан? Ну, буквально, по-моему, позавчера, да, позавчера только я получила от него весть, потому что на новогодних каникулах адвокат не заходил, а связь у нас только через адвоката, он сказал, что более-менее держится, но я думаю, что, знаете, здесь есть такой момент, когда он не хочет в полной мере, да, мне что-то рассказывать, чтобы я не переживала, чтобы там родители его не переживали, вот, я думаю, что ему достаточно тяжело по здоровью, ну, как бы таких сильных ухудшений, ничего такого нету, страдает от состояния камер сейчас, потому что их перевели, получается, в камеры похуже, и там, опять же, кишат клопы, кишат тараканы, мы уже несколько средств передали для борьбы с ними, он вот буквально там сказал, чтобы еще передали, потому что вначале помогло и снова появляется, да, вот, никакого ремонта, сырость, с его стороны, он сказал, еще солнечно хорошо, а с другой стороны, где не солнечно, там достаточно сыро, дышать тяжело и холодно. Честно говоря, в ООН на одном из заседаний по борьбе с пытками поднимали вопрос мест заключения в Кыргызстане, говорили, что в Кыргызстане там такие условия, что их можно приравнивать к пыткам, и, казалось бы, политикам, практически каждый кыргызский политик рано или поздно побывает в заключении, что показывает история, стоило бы приглядеться к этим местам, привести их в порядок, по крайней мере, и для себя в будущем. Но вот все так, как есть, собственно говоря. Ну да, даже вспомним, что еще один человек недавно оттуда вышел, но наверное, есть дела поважнее. Буквально на днях Каната Исаева, по-моему, отпустили под домашний арест, насколько я помню. Он был задержан в то же время, что и остальные, но официальное его дело не приписано к имперабаду. Надеешься ли ты, что остальных тоже начнут освобождать? Потому что они все равно уже ничего не изменят. Кимперабад передан, его не вернуть. то, то, сейчас на самом деле уже дело не касается к имперабаду, стало ясно, потому что их продолжают держать, передали какие-то материалы, то есть следственные мероприятия вот только, грубо говоря, разгоняются, потому что какие-то материалы передали на экспертизу, на лингвистическую экспертизу. И как только они будут готовы, их передадут, получается, в суд. Поэтому здесь я не могу связывать ситуацию наших простых активистов, тем более с ситуацией Каната Исаева, потому что это все-таки ну, другого, другой, может, это не очень хорошо категориями мыслить, но все-таки другого категории человек. Поэтому как бы где-то есть надежда сама по себе, да, без привязок к таким ситуациям. Но я не привязываю, вот, например, что вот его отпустили, значит, других. Я думаю, что другой человек с другими намерениями, поэтому нет. Ну, честно говоря, большинство задержанных это не те люди, которые пойдут перелазить с забора. Они даже если выйдут, максимум выйдут на мирную акцию протеста, потому что они ставят вперед соблюдение законов. Соблюдение законов не позволит им ничего перелазить. Да. Тем более мой муж, он всегда за верховенство закона. Есть ли какие-то хорошие вести от адвокатов? Вижется ли дело? В какую-то более лояльную шабданную сторону? Нет. Пока таких положительных каких-то динамик или намеков на что-то хорошее нету. Кроме того, что ходят слухи, что их возможно отпустят. Потому что да, ну и плюс еще после там каких-то слухов еще появился пост о великом прощении, да, поэтому здесь только надежды, но чтобы официально что-то такое было, нет. Это, конечно, печально, что мы в своем прекрасном государстве не можем верить и надеяться на законы. Что значит, что вот, тут нету доказательств, следствие ничего не доказало, значит, суд должен их отпустить. Единственное, что мы по сути делаем, это надеемся и ищем двойные смыслы в постах разных политиков. Отпустят или не отпустят. Расскажи, пожалуйста, как обстоят дела у тебя. Ты недавно ходила на митинг в поддержку задержанных, там были тоже массовые задержания, полный автозак бабушек, и, честно говоря, я очень боялась, что тебя тоже задержат, а у тебя дома ребенок. Да, мы по какому-то вообще каким-то образом, получается, я и вот женой Эрлана мы шли впереди, но сзади люди пошли по-другому, поэтому мы пока их догоняли, остались позади, получается. И в то время, когда начали задерживать, мы просто остановились и не стали в это влазить, и поехали в РОВД сразу своим же ходом. То есть все равно мы там были, ждали, пока приедет адвокаты, чтобы, потому что опять же, у нас такие опасения появились, что если задержат, может быть, не только за неподчинение, может быть, еще что-то пропитут. Но, слава Богу, их через час отпустили. Очень жаль, конечно, что даже родственникам политзаключенных, даже родственникам, которые просто переживают, они не имеют отношения ни к таким политическим движениям, очень жаль, что даже и у них отбирают вот это право как-то переживают за своих родных. Хотя, казалось бы, когда наш президент был в заключении по очень сомнительному делу, его близки выходили на митинги не раз, какого-то задерживали. Был в том числе 5 марта 2020 года очень крупный митинг сторонников и членов семьи Садыра Джапарова. Он, как никто другой, знает, что такое, когда давят на твою семью и задерживают родственников за то, что они просят тебя освободить. Недавно жена Эрлана Викчароева Шершикулис, которой ты, собственно, находилась на митинге, записала обращение к жене Садыра Джапарова Айгуль, которая в свое время боролась так же, как вы, за свободу своего супруга. Не думала ты обратиться к первой леди, чтобы она тебя поняла? Я думаю, нет, потому что нет смысла. Я не вижу в этом никакого смысла, честно. если бы было какое-то влияние. Вообще я не замечала, чтобы наша первая леди ведет какие-то активные работы с социумом. Может быть, я чего-то не знаю. Поэтому, я думаю, нет смысла никакого. на многих членов семей задержанных так или иначе пытаются давить, кто-то за собой наблюдает слежку. Как обстоят дела у тебя? У тебя довольно активная позиция. Не хотят ли они тебя напугать или попросить помолчать? Нет, ну, как бы, таких прямых указаний или там, чтобы кто-то приходил, не было. Но, допустим, в последний раз, перед последним митингом приезжала милиция домой, только ко мне из всех родственников. Просто потому, что скрин с моего твита, видимо, попал в новость и сказали, что... И вот, вы знаете, здесь хочется сказать такой момент. Хочется прогрессивную молодежь у нас хотя бы в этих рядах, в органах, потому что они такие, вот, на твоем сайте все это вышло и ты все это распространяешь. Тогда, как я объясняю, что все родственники на своих страницах это публикуют и это нормально, как бы, просить помощи сторонников и друзей присоединиться, да, и поддерживать. Но не понимая даже вот разницы между страницей в соцсетях и сайтом и призывами и так далее, я думаю, что... Более того, звать на митинг кого-то, в этом нет ничего незаконного, потому что главный закон страны Конституция. Всех, ну да, они просили, чтобы не выходили к МКД, вот единственное, вот здесь вот, да, было давление такое, что вот прямо, ну, домой приехали, запрашивали, я просто давала тоже вот так интервью в это время, поэтому меня родители не пустили, они сами поговорили, но вот единственное, вот это было такое, да, попытка надавить на что-то. Уже больше 80 дней массово задержанные по Кемпирабадскому делу находятся в заключении. Айсулу, здравствуй, хотелось бы спросить тебя, в каком состоянии находится Равшан Дженбеков? Добрый день. Равшан находится в нормальном состоянии, ну, в смысле, они, когда голодали, было достаточно тяжело всем абсолютно, у кого здоровье позволяло, не позволяло, мы все понимаем, что голодать трудно, в условиях строгого режима голодать все труднее, поэтому когда мы увидели его состояние, когда его вывезли на обследование, состояние было не очень хорошее, конечно, он держался, он никогда не подаст виды, что ему тяжело или как-то ему трудно, но на самом деле мы понимаем, что все-таки голодать это трудно, это сложно. Сейчас я уверена, что и другие задержанные, они только восстанавливаются, но тем не менее у всех здоровье прихворало. Честно говоря, за последние годы легче посчитать, сколько Рафшан провел времени на свободе, чем посчитать, сколько раз его задерживали по очень странным делам, сомнительным, предъявляя не очень правомерные обвинения. Да, на самом деле вот этот факт, он печалит всех нас, всех близких, потому что на самом деле каждое возбужденное уголовное дело, он несет такой абсурдный характер, где очень много правонарушений, но мы в целом понимаем, что все эти задержания это только из-за его политических взглядов и его такой острой критики в адрес Садыра Джапарова и его команды, его окружения, поэтому мы все понимаем, что только это из-за этого. Ничего не должно быть в принципе в светском демократическом государстве. Но, увы, это есть не только при нынешнем правителе, это было при предыдущих, по-моему, всех, так или иначе. Да-да-да, это не только при нынешних, но мы сейчас говорим только о нынешнем. На самом деле мы же понимаем, что Крылзстан, президент, любой президент, приходящий к власти, он пытается все сконцентрировать в своих руках, и поэтому все эти нарушения, то есть ограничения по свободе слова, по свободе мирных собраний, и то есть мы понимаем, что даже показатели уровня демократии, свободы слова, согласно Freedom House, они падают изо дня в день. Есть ли у тебя какие-то надежды на то, что сейчас это разрешится, потому что Кемперабад уже передан, его не вернуть никаким образом, потому что заключен договор, и никто не сможет этому помешать. Кроме того, недавно как-то буквально на днях все разрешилось в отношении Каната Исаева, задержанного в тот же период, и его, кажется, отпустили под домашний арест, насколько я помню. Веришь ли ты в то, что остальных тоже сейчас начнут отпускать? На самом деле Каната Исаева, его задержали в тот день, когда всех надерживали, но он никак не относится к... Мы же понимаем, что это политическое дело у него тоже, но он не относится к Кемперабаду делу, да, у него совершенно другое дело, которое секретное, да, в кавычках, а он был в ГКНБ. Конечно, надежда умирает последней, я не хочу опускаться до уровня, то есть, если мы теряем надежду, мы опускаемся до уровня нынешней власти, до уровня несправедливых судов, поэтому мне бы хотелось верить, что каким-то образом мы можем вернуться в правовое русло, никогда не поздно, да, пока мы об этом говорим, мы это требуем, мы как-то выходим на митинги для того, чтобы требовать вернуться, да, в правовое русло, и мы, конечно, своими действиями показываем, чтобы власть наконец-таки вышла на тот путь, когда не нарушаются, то есть не сильно, в целом, да, не попираются права и свободы граждан, которые выражают свое мнение. Вот, насчет кемперабадского дела, на самом деле это останется в истории, и только история, да, в итоге нам покажет, что было верным, что было неверным, но однозначно мы сейчас будем требовать освобождения всех тех, которые, то есть освобождения уже политических узников, мы так об этом открыто говорим, потому что на самом деле они были задержаны только за свои политические взгляды, несмотря на то, что свобода слова гарантирована Конституцией, свобода на мирные собрания и мирные объединения гарантированы Конституцией, поэтому мы будем продолжать требовать освобождения всех незаконных задержанных. Честно говоря, почти, ну, задержание почти всех этих людей мне казалось таким абсурдным, потому что есть политики, которые тебе улыбаются, могут быть твоими соратниками, но будут плести против тебя интриги. Есть политики, которые тебя критикуют и устроят митинги, будут перелазить через заборы, но в данном случае большинство задержанных это люди, которые, да, будут себя критиковать, но максимум, что они сделают, они выйдут на мирную акцию протеста, потому что они против смены власти насильственным путем, потому что в таких случаях погибают часто люди и новые власти никогда не стоят тех людей, которые погибли. Да, я совершенно согласна с этим мнением, и нам надо понимать, что свобода мирных собраний, свобода слова, ну в целом человек рождается с таким вот с данными свободами, свобода мирных собраний, свобода на слово, свобода от пыток, свобода от рабства, да, это абсолютные свободы, которые нам гарантированы при нашем рождении, и они не могут вот так вот просто так ограничиваться, государство может давать нам право, скажем так, то есть право на свободу слова и на свободу мирных собраний, но ограничивать в каком-то одностороннем порядке они не имеют никакого права. Буквально на днях прошел митинг родственников массово задержанных людей, и их, как не кстати, тоже массово задержали. Сегодня идут суды над массово задержанными, массовые суды, так сказать. Расскажи, пожалуйста, как это было, потому что ты была на этой акции, ты снимала это на видео в том числе, и у тебя были очень интересные истории по этому поводу. Да, начнем с того, что на самом деле мы пришли на это место, у нас не было никаких плакатов, мы были, все собирались возле здания МВД, у нас не было никаких плакатов, мы собирались недалеко от тротуара, просто хочу рассказать хронологию этих событий, очень много было милиционеров, я хочу сказать, что они настолько боялись тех людей, у которых не было ни оружия, ничего, кроме того, что они пришли поддержать своих родственников, и на каждого родственника было по два милиционера, представьте масштаб подготовки к этой небольшой спецоперации, это было очень некрасиво, настолько это было ужасно, видеть, как наши милиционеры, они просто так задерживали всех бабушек, всех жен, сестер задержанных, это на самом деле, они, наверное, хотели показать свою силу, но показали только свою слабость. Мне хотелось бы сказать, что милиционеры абсолютно не знают даже своих каких-то, то есть не знают каких-то законов, которые прописаны Конституцией, написаны, приняты, да, Савдиром Джапаровым самим, не разрешать стоять на тротуаре, это вот что за такое отношение к своим гражданам, хотелось сказать, а другое это то, что свобода на мирные собрания, они должны, они нам даются с рождения, но эту свободу государство просто так то есть берет и, скажем так, ее начинает ограничивать, да, настолько сильно, то есть не было, там не было противоправных каких-то действий, не было оружия, мы пришли просто собраться возле здания МВД. Вот, и что хотела сказать, что закон о мирных собраниях не налагаются на предполагаемые собрания, поэтому вот это постановление, которое они зачитывали, оно абсолютно абсурдное, да, которое принялось там каким-то днем, то есть от 26 декабря до 23 марта налагаются вот такие ограничения на митинге, то есть это абсолютное ограничение нашего права на свободу мирных собраний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok